Приветствую вас. Проблема, которая вас беспокоит, мне ясна на самом деле. Это проблема того, что вы хотите получить через создание семьи. То есть вы хотите создать семью, чтобы что-то для себя получить и инно. Вы ориентируетесь не на мужчину, как такового, реального, а вы ориентируетесь именно на свои желания. То есть мужчина вам нужен для создания семьи. Это в свою очередь значит, что в самих мужчинах вы видите только будущего мужа. Вы не видите в самом мужчине человека, вы не видите в самом мужчине личность, возможно. Вы видите только мужа. А так отношения с людьми не строят. Но нельзя в человеке видеть сразу будущего мужа. Нельзя воспринимать человека сразу, как будущего мужа. Он может быть вашим мужем. А может не быть вашим мужем. Мужчина может быть хорошим для вам. Может быть нет. И это нормально. Знаете какая история. Это нормально. Что мужчина может быть не таким, каким вы его себе представляете. Поскольку вы воспринимаете мужчин исключительно как мужей, да? Вот. Ну, своих будущих, то у вас не получается ничего построить с ними. Потому что им вероятнее всего не нравится, что вы сразу видите в них мужа. Мужчинам кажется, что это ограничивает их. Мужчинам кажется, что это делает их не свободными. Что вы пытаетесь сделать его не свободным. Это не понравится на самом деле никому. Поэтому здесь, понимаете, нужно определиться с тем, на основании чего вы выстраиваете отношения с мужчином. Конкретно. На основании чего вы выстраиваете отношения с мужчинами. Что вас объединяет друг с другом, например. Вот это куда более важный аспект. Это куда более важный момент. Это куда более важнее для того, чтобы вам выстраивать свои отношения. С мужчинами в том числе. С мужчинами в том числе. Если вы сможете, если вы увидите, как и чего вам, например, не хватает для равноправного взаимодействия с мужчинами, вы сможете это, ну, подкорректировать, предварить это в жизни. И тогда проблем у вас скорее всего не будет. Понимаете? Вместе с тем важно понимать, что, живая семью, да, то есть нуждаясь в семье, активно нуждаясь в семье, вы создаете ситуацию сверх мотивации. Когда, по факту, там где нужно вести себя, ну, скажем так, более-менее сдержанно, более-менее адекватно, более-менее социально, вы уже ведете себя как женщин. Хотя женское поведение еще неуместно. Может быть, проблемы кроются и, собственно, в женском поведении вашем. Этого я так же не знаю. Но, совершенно однозначно, и с этим тоже можно будет поработать. Самое главное, что вам нужно сделать, это определить, для чего вам нужна семья. Зачем вам семья? Зачем вам ребенок, если, если у вас и такое желание? Ну, как правило, как правило. Как правило, такое желание тоже бывает. Вот. Зачем? Для чего этого? Поймите правильно. Меня. Поймите правильно. Я не против того, чтобы вы, ну, стремились создать семью. Честно, я не против этого. Мне единственное, что хотелось бы, это чтобы вы делали это качественно. Мне единственное, что хотелось бы, это чтобы вы действовали более адекватно. Понимаете? По отношению к себе. Чтобы вы, чтобы вы несли ответственность за то, что делаете, за то, к чему стремитесь. И за то, чего хотите. И тогда все получится. Пока вы перекладываете ответственность за удовлетворение своих потребностей на мужчину, вы будете страдать, вы будете напалкиваться на невидимые внутренние барьеры, которые выставляет любой человек, когда чувствует, ну, определенную угрозу. Вот. Понимаете? Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Вот то, что можно вам сказать. В ответ на ваш вопрос. То есть, с этим нужно работать. Как с моделью женского поведения у вас, так и с потребностной сферой, так и с личной ответственностью. Чтобы вы брали ее на себя. Чтобы вы действовали исключительно в ее рамках, да, и грамотно, значит, использовали для достижения своих, ну, для достижения своих целей. Вот. Понимаете? Вот, я думаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что мой ответ дал вам пищу для размышлений. Надеюсь, что вы сделаете выводы. Вот. Ну, и если у вас что-то не будет получаться, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. Вот. За помощью. Мы всегда будем рады вам помочь. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Спасибо. Продолжение следует...